КОНФЛИКТ На первый взгляд, ответ на этот вопрос очевиден. За явным численным преимуществом, как военной техники, так и человеческих ресурсов, в противостоянии должны победить арабы. У крошечного Израиля нет никаких шансов. Но даже мельком взглянув на историю конфликта, становится очевидно, что ситуация не так однозначна. Если считать только самые крупные вооруженные столкновения, то арабы воевали с Израилем 7 раз. И каждый раз это заканчивалось для них крайне печально. Даже первая из этих войн, которая, собственно, и привела к основанию еврейского государства, оказалась для арабов провальной. Причем, в отличие от нынешней ситуации, когда арабский мир достаточно разобщен, тогда все действовали единым фронтом. Более того, благодаря советской поддержке, примерно до середины 1970-х годов, они имели с евреями военный паритет и все равно проиграли. Так почему же во всем превосходящие их арабы так и не смогли победить? И каковы шансы, что сейчас ситуация изменится? Начнем с самого очевидного, а именно со сравнения военного потенциала Израиля и объединенного арабского мира. В количественном исчислении преимущество однозначно на стороне последнего, но дьявол, как обычно, кроется в деталях. В реальном бою количество оружия далеко не так важно, как наличие организованного тыла и персонала, который это оружие сможет использовать. Проще говоря, если у вас есть тысяча танков и при этом ни одного нормального танкиста, то все они не опаснее грудно-металлолома. У арабов с этим всегда была проблема. А многие еврейские репатрианты даже перед началом борьбы за независимость 1947-1949 годов прошли мясорубку Второй мировой и имели внушительный боевой опыт. Если же говорить о современных реалиях, то Израильская армия является одной из наиболее подготовленных и высокотехнологичных армий мира. Давайте посмотрим на происхождение этого самого оружия. Арабские страны 99% своего арсенала вынуждены покупать за рубежом. Даже Турция, которая производит довольно неплохие военные беспилотники, вооружает свою армию исключительно за счет иностранных поставок. У Израиля ситуация полностью противоположная. На сегодняшний день страна вышла на третье место по экспорту оружия. И это не только всем привычные УЗИ. Помимо стрелкового оружия, Израиль имеет и танки собственного производства, семейство Меркава. Также в арсенале страны имеются баллистические ракеты Иерихон и системы противоракетной обороны Железный Купол. То есть в случае конфликта евреи легко смогут обойтись своим оружием, в то время как арабы будут очень и очень зависеть от поставок третьих стран. И когда мы говорим «третие страны», очевидно, что речь идет о США и России. Очевидным также является и тот факт, что США помогать противникам Израиля не станут. Более того, до тех пор, пока Израиль пользуется американской поддержкой, и до тех пор, пока Штаты являются ведущей державой мира, нет никаких шансов на то, что арабы когда-либо одержат веру. Что же до России, то и Москва, вероятнее всего, предпочтет занять позицию нейтралитета. Так что сторонняя помощь арабскому миру будет выражаться разве что в проявлении глубокой обеспокоенности и призывах прекратить войну. Наконец, не стоит забывать, что Израиль – ядерная держава. Кто-то может возразить, что таким оружием обладает, к примеру, Иран. Это, конечно, так, но мы опять забываем про детали и дьявола. Кроме самого оружия, у евреев есть и отличная система ПВО. Уже упомянутый ранее «железный купол», который многократно зарекомендовал себя как эффективное средство отражения атак «Хамаса» и «Хезболы». Упомянутые страны Ближнего Востока своих противоракетных систем не имеют, а используют только те, что приобрели у России. А, как мы уже говорили, Москва в эти разборки не полезет. Другими словами, ядерный потенциал Израиля и арабских стран можно сравнить с поединком двух боксеров, один из которых умеет хорошо бить, но при этом совершенно не способен защищаться. Согласитесь, в этом случае победы ему не видать, даже если у соперника сила удара будет немного слабее. Одним словом, чисто в военной точке зрения перевес однозначно на стороне израильтян. Однако, кроме этого, существует еще ряд факторов, которые также играют на стороне Иерусалима. Во-первых, это поддержка Израиля мировыми СМИ, а как следствие и всем цивилизованным миром. Вот один факт, который следует иметь в виду. За более чем 100 лет конфликта погибли около 25 тысяч палестинцев. В арабском мире по тем же причинам не стало более 15 миллионов человек, и это только за последние 50 лет. Вы слышали о них гораздо меньше, как и о миллионах погибших в Африке. При этом, самое незначительное происшествие в Израиле сразу становится главной новостью всего мира. Одна из причин этого – то, что в Израиле очень легко работать иностранным корреспондентом. Существует современная инфраструктура, свобода слова, и журналисты чувствуют себя в безопасности. Это выглядит абсурдно, но европейские СМИ освещают Израиль больше, чем участие Европы в ближневосточных конфликтах. Вот интересный пример. В 2011 году британская газета The Guardian упоминала Израиль свыше тысячи раз. Ирак же был упомянут 504 раза, хотя убиты были более 4 тысячи иракцев, многие из них в результате инцидентов с британскими солдатами. И последний по порядку, но никак не по значению фактор – это мотивация. Несмотря на то, что в Израиле идет борьба политических партий, в плане собственной безопасности все они едины. Зато арабская весна показала, что мусульманский мир полон противоречий. Правительства стран больше заботятся о сохранении своей власти, чем о победе. Каждая из них серьезно опасается своего народа и не может поставить на кон все, что у него есть. При этом Израиль в каждом конфликте готов в то, что называется «идти ва-банк». А все потому, что для любой арабской страны поражение будет хоть и унизительным, и дорогостоящим, но отнюдь не смертельным. В мире существует 22 арабских государства, как-нибудь помогут. Можно будет залезать раны или через 10 предпринять новую попытку. Для евреев же любое поражение – это гейм-овер, и поэтому каждый раз они бьются, как в последний. А связываться с таким противником не захочет никто. Так что будем надеяться, что в арабо-израильском конфликте дальше нескольких обстрелов дело не пойдет, и рано или поздно стороны придут к миру, пусть даже к хрупкому. Ведь давно известно, что даже плохой мир лучше хорошей войны.